Салют, пипл, с вами Хьюман. Ну что, видеокарты Intel Arc уже в продаже. Параллельно с этим, синий готовит материнскую плату со встроенным графическим процессором и его подключением напрямую к твердотельникам. Ну и скажу вам пару слов о FSR 2.0 и как Blizzard будут переделать последний Warcraft 3 Reforged. Да, вот оно. Свет вышли видеокарточки Intel Arc ноутбучных версий. И американский ритейлер BH Photo Video выставил на продажу ноутбук Samsung Galaxy Book 2 Pro. И в итоге перед нами 15-дюймовый лэптоп. Новейший ультратонкий ноутбук с процессором Intel Alder Lake 12-го поколения. Хотя с безымянным графическим процессором Arc. Пока что не дали точной информации. На самом же деле это первый известный графический процессор Arc, который вообще в целом вступил в продажу хоть и в лэптопе, несмотря на запуск серии в конце марта. То есть еще как бы дней 10-12. Если же говорить за имя на ноутбук, то он оснащен 12-ти ядерным процессором. Правда и здесь не указано каким именем. На борту 16 гиг памяти LPDDR5 на 6400. 512 гиг хранилище NVMe PCI Express Gen 4. Но мне кажется это не так уж и много. Можно было бы на терабайт поставить. 15-ти 6-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD, то есть 1080p. И поддержка Wi-Fi 6E. При этом ноут очень легенький. Всего лишь 1 кг 130 граммов. Сам же продавец напрямую не подтверждает, какая модель серии Arc Alchemic здесь именно в ноутбуке. Но я предполагаю, что это либо A350M, либо A370M. И к слову, эти обе карты, если мы берем какой-то из них, обладают графическим процессором GG2-128EU. А это у нас сегмент начального уровня. И кстати, если кто-то не знал, то графический процессор Intel Arc, они будут работать в сочетании с графическим процессором Core XE LP 12-го поколения с помощью технологии, известной как Deep Link. А она ускоряет как транскодирование, так и потоковое видео. Ну, естественно, игры. Ну и сама же Intel объявила о своих планах продемонстрировать первый графический процессор Arc для ноутбуков уже 30-го марта. Так, ну давайте еще немножечко об Intel, если вы не против. Вполне вероятно, что некоторые не в курсе, но у Intel есть 2 базы данных о серии Arc. Общая доступная и закрытая. И вот вторая доступна к партнерам компании, которые подписали соглашение о неразглашении. Ну, естественно, они первыми получают информацию еще до запуска продуктов. И вот нашему коллеге из Германии, проект Igers Lab, лаборатория Игоря, удалось получить информацию о новом графическом процессоре GG2. И здесь вот вполне вероятно, что сама информация о GG2MB, она как раз-таки относится к графическому процессору GG2, который просто распаян на материнской плате. Собственно, тогда это и объясняет, почему указанная тактовая частота именно в 4 ГГц. Потому что в данном случае это будет, ну, тактовая частота центрального, а не графического процессора. И более того, это объясняет и относительно высокий уровень TDP, целых 200 Ватт. А мы знаем, что графический процессор, обычный, да, десктопный, GG2-512EU для настольных ПК, ну, он, по слухам, примерно от TDP-шек в 225 Ватт. А это мощность не типична для мобильного графического процессора. Но, если данные TDP относятся к максимальной мощности всех компонентов материнской платы, то это будет учитывать и как центральные, так и графические процессоры. Плюс, лаборатория Игоря сообщает, что графический процессор указан как BGA2660, а это соответствует аналогичному флагманскому графическому процессору 512EU для ноутбуков. Так что можно сделать достаточно простой вывод. В данном случае речь идет о материнской плате с предустановленным графическим процессором GG2. И, возможно, она будет использоваться в эталонных ноутбуках Intel, которые спокойно могут стать интересными тонкими игровыми мобильными системами. Так, теперь немножко о графическом процессоре и твердотельниках. Ныне специалисты продолжают работу над оптимизацией взаимодействия между графическим ускорителем и твердотельным накопителем. То есть, производится попытка соединить это устройство в обход других компонентов. Причем, ребятки, это не просто пустой звук. Ну, потому что уже появились такие технологии, как Microsoft Direct Storage и NVIDIA RTX I.O. И в основном они нацелены на применение в играх. В итоге, источник The Register сообщил, что NVIDIA с IBM и группами исследователей из ряда университетов создали новую архитектуру для быстрого доступа к большим объемам данных. Это у нас Big Accelerator Memory. Ну, или сокращенно, BAM. Какая там суть? Видеокарта здесь может работать с данными напрямую, а управлением потоком займется графический процессор. Вопрос, зачем все это? Ну, чтобы расширить видеопамять, повысить эффективность доступа и пропускной способности. Ну и высвободить центральный процессор от обработки запросов и данных. Ну, а как я понял, эта технология ориентирована на применение именно в центре обработки данных. Плюс для аналитических приложений и машинного обучения с ускорением на графическом процессоре. Исследователи же отмечают, что BAM показывает впечатляющие результаты даже с твердотельными накопителями потребительского уровня. А одно из множества преимуществ, это отсутствие закрытых проприетарных командных интерфейсов в основе PCI-Express и RDMA. Думаете, все? Присутствуют еще и плюсы в виде специальных драйверов ядра Linux. И, кстати, вся эта информация очень сильно напоминает видеокарту AMD Radeon Pro SSG, у которой был уже встроенный твердотельный накопитель. Ну что ж, на днях AMD объявила, что новая версия ее технологии повышения разрешения станет доступна во втором квартале этого года. То есть, FSR 2.0 будет временным масштабированием, в то время как первая версия была построена на пространственных методах. Ну и говорят, что эта технология обеспечит лучшее качество изображения, чем родное разрешение. Плюс технология будет включать сглаживание, что значительно улучшит качество по сравнению с FSR версии 1.0. Ну а в отличие от NVIDIA DLSS и Intel XS, то FSR 2.0 не будет полагаться на алгоритмы машинного обучения, а это означает, что не требуется тензорные ядра или ускорение XMX. Более того, FSR 2.0 будет работать и с рядом карт конкурентов. Ну я думаю, для некоторых это уже не сюрприз. И плюс, что немаловажно, вторая версия FSR будет с открытым исходным кодом, который, кстати, будет доступен на веб-сайте GPUOpen, ну, дабы разработчики могли интегрировать его в существующие и новые игры. Ну и крайне весточка на сегодня. Недавно глава Blizzard, он же Майк Ибара, на прямой трансляции в Twitch заявил, что компания продолжает работать над Warcraft 3 Reforged. Правда, не совсем понятно, это какие-то доработки или прям целостные переработки, но сам процесс идет. И если кто не в курсе, то Warcraft 3 Reforged, она вышла еще в начале 20-го года и стала самым низкооцененным игровым проектом в истории. В истории Blizzard. Пользователи массово запрашивали у компании возврат средств, за что, кстати, ремастер и получил негласный подзагловок Refunded вместо Reforged. Ну, дословный перевод с английского это возмещение. Ну, то есть возмещение денег. Но стоит отдать должное, Близзы спокойно всем возмещали деньги за этот продукт в лобках. Что же, ребятки, на этом у меня для вас на сегодня все. С вами был, как всегда, Хьюман и Каяк всегда. Если есть возможность, кайфовой вам игры.